еще раз доброго здоровьица а вот теперь вообще-то почему я затеял это видео по поводу по поводу лилит пишет я сидела на кремлевской диете это ужас отвратительный запах от тела плохое настроение был срыв с этой диеты налетела на шоколад и сладко там же и фрукты по минимуму на кремлевской диете вот мы можем для себя просто-напросто так сделать кремлевская диета что это такое вот кремлевская диета одна из разновидностей диет которые практикуются ограничение потребления углеводов это высокобелковая деле диета в отличие от кетогенной диеты и диеты откинсона давайте разберем зачем вообще применяется или вернее в чем суть этой диеты этой диеты суть в том что на усваивание организма какого-либо продукта затрачивается то или иное количество энергии то есть сам организм сначала отдает то или иное количество энергии переварив продукт он потом получает и оказывается что при переваривании белковых продуктов таких как мясо в основном мясо вот и мясные продукты затрачивается организмом большое количество энергии больше всего нежели на переваривание там углеводов или там жиров жиры просто-напросто замедляют процесс переваривания углеводы быстро перевариваются и требуют мало мало энергии на свое переваривание еще меньше требуют энергии на свое переваривание это значит вот эти вот все фрукты там овощи больше всего мяса и цель это за счет потребление мяса мясных продуктов организм тратит энергию свою и это приводит к тому что сбрасывается вес но вот смотрите эта диета когда-либо заканчивается это первое то есть мы не можем сидеть на ней и как только слазим с этой диеты переходим на обычное питание или как-то нам хочется то что у нас получается мы набираем быстренько набираем то что там скинули то есть редко это все удерживается и плюс важно еще понимать следующее что белки надо выводить из организма обилие белка это естественно нагрузка на почки это распределение по всему организму от этого вот белка то есть наводнение организма белковыми отходами огромная нагрузка значит на почки на печень вот естественно естественно от обилия вот этих вот белковых продуктов а их начинает выделять и печень и почки и кожа подключается потому что столько много значит плохой под кожа тоже выделяет значит у нас отвратительный запах от тела плохое настроение плохое настроение по причине того что конечно у нас во первых не хватает тех веществ пищевых которые значит помимо мяса имеется у нас вот это там допустим и фрукты и овощи там и каши и и прочее и жиры в том числе плохое настроение то есть однообразие и плюс засорение организма опять-таки наводнение белковыми вот этими продуктами плохо сказывается вот как здесь плохое настроение то есть плохое настроение вообще говорит о том что вы зашлаковались белковыми продуктами дальше был срыв с этой диеты естественно естественно срывы происходят помимо воли человека в нас заключена программа найти вот как в компьютере у нас имеется биос то есть операционная система на которой уже навешаны другие программы так ворта допустим по звуку по видео там разные браузеры по интернету и прочее прочее да так вот недополучая того что надо на вот этом базисном уровне помимо воли человека и ума действуют такие процессы что вызывает вот как и ему хочется только одного вот вот сладкого налетела на шоколад и сладкое все в чем это заключается фрукты по минимуму там на кремлевской диете я уже неоднократно рассказывал показывал свою вам книгу золотые правила питания что питание видовое у наша пищеварительная система построена так создана чтобы потреблять пищу определенного определенного качества там заточена наша пищеварительная система и плод до клеточного уровня надо уважать это а что касается допустим сброса веса здесь другие факторы надо использовать то есть надо в первую очередь ограничить объем принимаемой пищи потому что мы просто-напросто любим жевать качество продуктов соответствующие давным-давно известны пропорции допустим грубо говоря где-то 60 процентов это растительная пища сырая там вареная овощи фрукты там зависимости от сезона больше или меньше остальное там говоря каши там идут и там какое-то количество там белковой пищи и жира и вот это нормально и естественно движение должно быть а мы же думаем ничего не делая сбросить вес и стать вот иметь жировую прослойку ну как практика показывает такое такое не получается надо добавлять движение обязательно вот тогда что-то будет опять таки и вот я привожу себя любимого в качестве примера я хожу регулярно я занимаюсь я даю такую мощную нагрузку которая влияет на кости на кости на мышцы на гормональную систему на иммунитет и в результате вот я перед вами ну вот так вот вы может кому-то нравится кому-то не нравится но я чувствую себя очень и очень хорошо и никакой вот это не кремлевской никакой это не диеты я не ем все нормально то есть это вот я вам разъяснил насчет кремлевской диеты теперь давайте возьмем мы с вами пишет пользователь добрый день геннадий петрович вопрос почему какашки очень вонючие они колбасообразны черный тмин употребляют но очень вонючие то есть человек употребляют значит мин и вот он думает что за счет этого все нормально но опять таки а что вы употребляете это еще важно поймать что вы употребляете почему у вас вот если чрезмерно какой-то неприятный запах я кстати так и написал если много белков пищи то будет запах то есть частично белок может не усваивается он может загнивать в этом самом желудочно-кишечном тракте и вот это вот процессе разложения вот такие вот вещи получается стулья запах я написал он пишет вот смотрите вроде нет в рационе много белка может из-за семечков и орешков а семечки орешки это что-то такое это вообще-то масляничные культуры где белок масло но и естественно углеводы есть то есть если чрезмерное человек съедает много белку этот самый орехов и семечек вроде бы хочется да и думают это все полезно но еще важно понимать а усваивается это или нет то есть существует масса продуктов которые вот это полезно 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 это вову вову в том числе там старые фрукты овощи там орехи и так далее вопрос а вы можете то что съели переварить вот когда вы то что съели вы перевариваете то у вас никаких таких вот отклонений вот как вообще-то человек молодец по запаху вот стул вроде бы нормальный а запах ненормальный то вот то есть это говорит о том что не усваивается у вас орехи орехи их надо очень правильно есть орехи и семечки их надо настолько долго жевать чтобы они превратились в молочку а не глотать если мы вот это все глотаем представьте себя да для того чтобы усвоились орешки мы их должны раздробить до состояния там молочка орехового чтобы частицы были вот такие и вот эти частицы еще может организм усвоить это в в малом количестве много он не может а мы живем и у нас получается что вот такие частицы и в результате они не успевают обрабатываться вот такие большие частицы их начинают разлагать микробы с выделением вот этих всех запаха в результате мы разводим несвойственную организму микрофлору который в конце концов нас сожрет и вот первым признаком того что вы занимаетесь ерундой в своем питании это служит запах за запахом пойдут уже более сложные вещи я вам даю так сказать примету как и что будет это значит мясо один раз в неделю ем буду разбираться в своем рационе так вот для того чтобы разобраться в своем рационе вы смотрите как ваш организм переваривает ту или иную пищу ведь и вот этих вот хотя я в золотых правилах питания там и и написал что чё как но я так понимаю из-за обилие информации что ли человек не может вначале ухватить вот вот такие вот вещи почему это происходит как нам с кремлевской диеты вам сказали да вот от нее вес там уменьшается вес уменьшается зато организм наводняется белковыми вот этими всеми шлаками идет отравление это вообще и организм вот вот этим отравлением реагирует тем что он сбрасывает вес то есть это нездоровое питание которое вас приводит к этому нечто подобное здесь слышали что семечки значит и орешки хорошие значит будем есть нормально будем по белку себя значит это пополнять а в результате получается вот что что вы его не перевариваете семечки и орехи и газообразование с такими вот вещами еще разок кушайте то замечайте вот до того что выписываете вот это сел нормально вот это сел как только у вас появляется смотрите это живот пучит это говорит о том что неправильно микрофлора у вас запах это говорит о том что неправильно микрофлора у вас и и не приварится стул не формируется это тоже говорит о том что не то питание кушайте каши я посоветовал кашки кушайте топленого маслица все там такое и все будет отлично так а что лучше не кушать или наоборот что есть я написал то что орехи не перевариваются ешьте каши кашки ешьте просто-напросто вот вот это вот обилие какой-то информации в интернете якобы знаете вот для того чтобы сбросить вес еще там до чего-то еще чем для чего-то заводит или либо же а вот это свежая такая пища вы будете молоды вы будете красивы вы там омолодитесь и кожа у вас будет хорошая и прочее прочее она приводит к тому что заводит людей в тупик выбраться из которого они не знают они так и знают что как вот эти вот нутрициологи что в пище в одном приеме пищи должны быть и белки и жиры и углеводы и витамины все то есть вам в одну этот самый прием пищи надо все это вопхнуть как-то так и все организму разберется да он начали может белковую пищу взять дальше может углеводистую взять дальше может быть вот это вот сахара там взять и в результате у вас в течение дня получится то что надо но это не значит что в один прием пищи надо все это вопхнуть короче чушь чушь кругом спасибо хорошего дня так что очень много проблем с этим питанием из-за того что что люди думают что организм это комбинат туда что не дай все должно быть усвоено а он оказывается не усваивает работать не так как хотелось бы поэтому изучайте мои книги ну вот если вы что-то делали у вас не получается но задайте вопрос и обычно отвечаю ну что на этом и закончим